Ключевая идея доказать, что, начиная с какого-то момента, вся ситуация будет так, что будут несколько лет, когда не каждый раз подвигаться, когда ты будешь вниз, и будешь переезжать сюда. Для того, чтобы это объяснить, нужен, ну, здесь нет хорошего слова, по-русски, обычно говорят, пол-ин-вариант. Давайте я на житейском примере объясню, что такое пол-ин-вариант. Представьте себе, что у вас в кармане пачка. Вот, у меня пачка, да, я пришлю в магазин. Ну, вот пошли, купили, пошли, купили, еще что-то купили, еще что-то купили. Такое, дорогие мои, это такое замечание, но при этом все время денег в кармане становится все меньше, меньше и меньше, и в некоторый момент вы приходите к очередному продавцу и обнаруживаете, что то, что вы хотите купить, слишком дорого для вас, у вас уже деньги закончились. Идея понятна? Заметьте, это верно, вне зависимости от того, сколько у вас было денег. Каким бы богатым и противным вы ни пришли, все равно, когда нибудь деньги кончатся. Если покупать, то покупать и покупать. Согласны? Замечательно. Вот это типичный пример. Заметьте, меня не интересует, сколько из вас денег в кармане. Я точно уверен, что если вы пошли покупать, то обязательность в какой-то момент этот ваш покупок в магазин закончится. А если все продукты бесплатные? Бесплатные, это, конечно, замечательно, но счастье, в принципе, так и не хватит. Все-таки в магазинах, по смыслу слова, то место, где продают, да? А если в Амельярске не покупать, спать успех по рублю, и займите... Я понимаю. Ребята, мне надо сейчас объяснить вам фактическую идею. Я думаю, что все меня будут работать. Так вот, разумеется, ни в каких деньгах мы сейчас еще считаем, не будем. Но мы должны ввести какую-то величину, которая тоже будет уменьшаться. То есть, когда нам дают какую-нибудь картинку... Вообще, по фамилии замечательного математика, такого типа картинок из леточек называются диаграммы Юнга. Это был последующий математик, который много всего интересного про них доказал. Причем настолько интересного, что вы даже сейчас не представляете, что-то... А чаще как-то даже рассказал, но наука называется теория представлений Юнга. Ну и много чего другого еще про них уже известно, про эти самые картинки. Они оказались удивительными объектами для изучения. Диаграмма Юнга Юнга сама. Если мне дали любую картинку... Давайте я отрисую что-нибудь такое, да? Скажем, картинка, в которой... 5 клеточек здесь, 3 клеточки здесь, дальше 2 клеточки здесь, 2 клеточки здесь, и еще 3 раза пойми. Я сделаю так... 1-1, дальше 1-2, 1-3, здесь 2-1, что там дальше будет... 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, вот здесь будет 2-2, и так далее. У каждой клеточки 2 числа, называется абсцисса, это первое число, это номер вертикальный, и ординат, это второе число, номер вертикальный. А дальше я все эти числа сложу. Все. Все написанные внутри этого числа. 1-1, плюс 2, плюс 1, плюс 3, плюс 1, плюс 4, плюс 1, и так далее. И вот здесь вот тоже есть четвертая вертикаль, вторая резонталь, и вот здесь вот 3-2. Все эти числа я сложу. Абсолютно все. И вот буду следить за этим величиной. Ребята, вообще, как только в митематике находит какой-нибудь вариант, обычно происходит решение огромного количества задач. Интересно, кто-нибудь из вас знает в физике? Какой-нибудь такой вот инвариант, который очень-очень-очень важен. Какая-нибудь величина, при которой физики уверены, что она сохраняется, и это действительно очень важно. Кто знает это слово? Энергия. Энергия, конечно. Энергия. Закон сохранения энергии. Это один из важнейших физических законов. Вы можете, скажем, взять электричеством, нагреть пол. Пожалуйста. Вы можете после этого это тепло преобразовать в движение. Пожалуйста. Есть огромное количество разных преобразований. Например, вы можете электричественным блоком зарядить объект. То есть энергию вы из электричества превратили в физическую. Пожалуйста. Пожалуйста. А тут общее количество энергии при этом не изменяется. Все, что происходит в природных процессах, это преобразование энергии из одного вида к другому. Вот. Оказалось бы, у нас свой закон на него огромное количество разрушений. На самом деле, есть еще и другие законы сохранения. Например, есть закон сохранения количества движений. Или пол-бред минус. Или закон сохранения момента. и плюс. Ну и еще есть некая. Ну и совсем немного. Совсем немного. И оказывается, что каждый из этих законов настолько огромен по своим последствиям, чтобы он мог видеть. Она в огромной степени построена именно на этих самых законных сохранениях. Так вот, по математике. И когда потом не учиться, узнаете, что тоже есть некоторое количество ситуаций. Например, есть такая замечательная вещь. Четность перестановки. Перестановки бывают четные, а бывают нечетные. Огромное количество математических задач при помощи этого решения. Или, наверное, это вы уже даже знаете, просто четность числа. Знаете? Да. Отлично. Очень часто, когда вы следите за тем, четное участковое или нечетное, получается решение задачи. Так. Возвращаемся к нашей ситуации. У нас для каждой клеточки есть два числа. Номер вертикали, номер горизонтали. Так? Так. Господа, давайте проследим, что происходит при наших операциях. Любая наша операция состоит из двух частей. Одна часть такая. мы нижнюю строчку отрезаем. Получаем вот такой вот столбик. Так. Сейчас обязательно надо абсолютно понять, что происходит сейчас. Вот этот столбик уходит. И в результате во всех этих клетках что остается, а что меняется. у них вот эти вот первые числа остаются. Правильно? У них уменьшаются. Кто? У них уменьшаются вторые числа. У них уменьшаются вторые числа. Замечательно. А сейчас очень важная вещь. Этот столбик мы ставим вертикально. И при этом вторые числа, координаты, то есть что делают? Не меняются. Правильно? Потому что мы сдвигаем. А кто меняется? Обсцессы. Обсцессы. Обсцессы преды. Увеличиваются на единицу. Так смотри, что происходит. При нашей операции мы сначала уменьшили на единицу все абсцессы. А потом что сделали? Увеличили на единицу все абсцессы. А что произошло с ним? При нашей операции. А ничего с ничем произошло. Вообще ничего. Так, поскольку я боюсь, что вы его понимаете, то давайте я вам эту картинку просто нарисую и вас прошу. Кто же это самая нарисована? И так, что у нас есть? У нас была картинка, состоявшая из чисел 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1. Сейчас появляется вертикальный столбец из скольких клеток? Из 7. Из 7 клеток. Отлично. Что было в этой волоске? И что стало? Фактически поменялись местами числа. От этого, согласитесь, сумма не меняется. Теперь какие числа здесь? 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4. И проследите, пожалуйста, как это связано с предыдущей ситуацией. И вы тогда поймете, о чем я говорю. Вот у каждого из тех чисел, которые здесь были, на единицу уменьшилась ордината, и на единицу увеличилась абсцисса. В результате при нашей операции сумма имеющихся чисел что? Не поменялось. Это очень важная вещь. А вот сейчас я сделаю следующую операцию. И вы сейчас увидите удивительным образом, что произойдет. Следующая операция такая. Отрезаю вот эту волоску. Отрезаю эту волоску. И получаю, между прочим, волоску высоты 5 клеток. Потому что здесь у меня 5 клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Дальше. Раньше была она высоты 7, теперь станет высоты 6. Обратите внимание, я не ошибся. Я сейчас специально так рисую. Вот это была высота 4, станет 3 и рядом будет 1. Отлично. Вот здесь будет 3 и рядом 1. Ребята, смотрите, что сейчас произошло. Немножко скосилась ситуация. Я всегда старался писать по углубанию. Но сейчас я не имею права это делать. Почему? Потому что я же смешу за тем, как переносится вот этот треугольник сюда. Вот переносится так. То есть здесь я пишу числа 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Сумма их абсолютно такая же. Просто переставились местами абсцессы и ординаты везде, да? Теперь, что происходит в следующем? Вот здесь было 1, 7, станет 2, 6, ну и так далее. Вот здесь везде абсцесса увеличилась на 1. Ордината настолько же уменьшилась. Хорошо? Хорошо. Дальше понятно 3, 1, 3, 2, 3, 3 и 4, 1. Сумма чисел написанных в этой таблице такая же, как сумма чисел написанных. Наше преобразование состоит не из этого шага. Не только из этого шага. Мы должны сейчас переставить места на 1 и 2 столбце. То есть, в общем, для того, чтобы это сделать, не обязательно их все переставить. Можно сделать так. Можно здесь вот отрезать и сюда крючком. И при этом сдвиге абсцисс уменьшается на 1. Ребята, заметьте, пожалуйста. При таком преобразовании сумма не менялась. А вот при этом сдвиге сумма изменилась. И так будет всегда. Сколь угодно сложная у вас будет диаграмма. Сколь угодно большие там числа. Но пока вы берете нижнюю строку и ставите ее так, сумма не меняется. Но когда вы поставите, и она вдруг оказалась ниже, чем надо, тогда вы должны сдвинуть, то есть по этому провести разрез и сдвинуть на 1 клеточку. А при таком сдвиге сумма, чтобы уменьшиться. Ну, ребята, дальше та самая идея. Если есть натуральное число, особое натуральное число, и она за каждую операцию либо не меняется, либо уменьшается, то начиная с какого-то момента сумма прекратит уменьшаться. Это ровно то же самое, что когда вы купите магазин, если вы каждый раз платите или не платите, но вам не платят, то в какой-то момент ваши покупки закончатся. Мне тут сказали, а что будет, если у вас миллиард рублей, и покупаете вы каждый раз на один ужин. Ну, замечательно. Но все-таки через, ну, миллиард покупок даже это закончится. Даже если закончится. Когда-нибудь операция состоит из двух частей. Часть опер-один – это подъем вот этого столбика, картификальное положение, и сдвиги остальных клеточек. На одну клеточку. Вниз. Не, вот не видно. Вниз. На одну клеточку вниз, и на одну клеточку прав. Отлично. Время – сумма чисел в этом клеточке не меняется. Сумма чисел в этом столбе не меняется. Т.е. общая сумма не меняется. И другое там, которое иногда нужно делать, а иногда не нужно делать. Это вот такой вот столбик. При этом сдвиге сумма меняется. Так вот, из-за того, что сумма не может стать этим числом, а каждый раз оно уменьшается хотя бы на единицу, даже из-за одного клеточку пилота уже будет сумма начать. Из этого получается, что когда-нибудь вот эта вторая операция, этот сдвиг, прекратится. Т.е. все время будет только вот это действие с столбом. Помните, я говорил, когда мы про числа 20-18, что вначале мы вставляли куда-то в середину довольно часто, а с какого-то момента у нас все время вот эта вот новая образованная стопочка, она была самой большой. Это не случайно. Это вот именно из-за того, что такая операция не может пройти. Она не меньше, чем в следующей части. Отлично. Теперь посмотрите, что из этого сразу сделано. Если вы знаете, что у вас каждый раз такая штука становится трудами, то вы обнаружите, что если образовалась фигурка вот такого типа, то она уже не исчезнет. Вначале у вас были 20 и 18. Как это выглядело? 20 клеток в высоту и рядом 18 клеток в высоту. Ребята, наибольшее вписанное в эту фигурку такая наша штучка состоит из 3 клеток, из 2 плюс 1. Правильно? Да. В следующий раз что у вас произошло в последующем этапе? Очень простая вещь. У вас уже теперь 19, да? Потом 17 и 2. Замечательно. Один клеток, две клетки, три клетки. У вас уже на следующем этапе есть один, то есть два пустых. И это уже навсегда. То есть у вас, если вот так вот идти по диагонали, и вот здесь дальше идти нельзя, уже никто не берет. А вот здесь берем раз, два и три, берем. У вас вот такая штука, наибольшая, содержащаяся в нашей фигуре, в нашей диаграмме, она будет только увеличиваться. Но опять-таки, из-за того, что клеток конечное число. В какой-то момент процесс увеличения прекратится. Отлично. Значит, у нас получится вот такая-то такая ступенчатая штука и еще несколько клеток. Так вот, ребята, очень важно понимать, что будет происходить дальше с этими клетками. Вот представьте себе, что у нас есть такая ступенчатая штука, и на ней еще несколько клеток. Больше, чем одна. А дальше будет происходить дальше. За следующую операцию... Ну, я так условно нарисовал, если так, чтобы все было по правилу нашему. Если у нас есть такая штука, то вы можете просветить, что с ней будет твориться. Она съедет на одну клетку. Потом съедет на одну клетку. Понимаете, да? Вот эта поднимется. Съедет, съедет, съедет. И значит, в какой-то момент она окажется вот здесь. Согласны? Да. Такая вот штука. У нас приведет к тому, что они лягут. То есть высота, насколько это поднимается, надо уменьшить. Для тех, кому интересно все это прочитать, посоветую книжку. Хотя она сама по себе интересна. Называется «Заочные математические олимпиады». Васильев Мутенмахер Рапоттон. Васильев, к сожалению, в 1927 году умер. Это был замечательный, замечательный человек. Один из создателей журнала «Кванг». «Заочные математические олимпиады». Очень содержание. Шестой параграф. Задача номер десять.